Я решила рассказать вам про пса по кличке Дружок. Было бы неправильно молчать о его судьбе. Эта история многому меня научила, возможно, и другим людям она откроет глаза, поможет быть более решительными, тем самым спасет чью-то жизнь. Это было четыре года назад. На остановочном комплексе в нашем районе появился щенок-подросток. Точно не местный, своих уже всех знали. Щенок просто сидел на одном месте и никуда не уходил. Люди подкармливали его, он кушал, но плохо. Продавцы магазинчика на остановочном комплексе говорили, что щенка выбросили из машины. Поэтому пес дожидается хозяина, тоскует. Жалко, понимали, что нужна передержка. Пытались найти, но была осень, мест на передержках нет. На третий день щенок стал полностью отказываться от еды. Решили везти его в больницу. Утром щенка уже не было на остановке. Весь день бегали по району, искали дружка. Нашли только вечером на пятые сутки в высокой траве недалеко от остановки. Лежал, передвигаться не мог самостоятельно. Вызвало такси, погрузили щенка на одеяло и поехали в ближайшую круглосуточную клинику. По УЗИ выявлены проблемы с кишечником. Взяли кровь, тест на вирусы. Как сейчас помню лицо ветеринара, когда тест на энтерит оказался положительным. Плохи дела. Это энтерит. Ветеринар объяснил нам, что симптомы будут только нарастать. Через пару дней наступит пик заболевания. Исход будет зависеть от организма. Нам рекомендовали оставить дружка в стационаре, что мы и сделали. Утром я позвонила в больницу, состояние дружка было стабильно тяжёлое. Кушать отказывался. Уже к вечеру мне позвонили из клиники и сказали, что состояние дружка резко ухудшилось. Утром дружок оставался в крайне тяжёлом состоянии. Когда мы приехали в клинику, дружок лежал как тряпочка. Мы поговорили с ним, погладили, не знаю, чувствовал ли он что-то в тот момент. Мы вышли из стационара, оплатили счёт за лечение. Выбегает врач со словами. Сердце дружка остановилось. Будем реанимировать. Тогда я впервые узнала про правила пяти-семи минут. Если есть хоть малейший шанс, пробуйте, ответила я. Через пять минут врач вышел со слезами на глазах. Реанимационные действия не помогли. Забрали тельце дружка. На следующий день похоронили. Прости нас, дружок, мы пришли слишком поздно. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова